Приветствую, друзья! У каждого из нас есть желание повысить уровень качества своей жизни, добиться каких-то целей. У каждого своя какая-то внутренняя предназначенность, какая-то миссия, как говорится. Я поэтому и называю этот ролик «Братья по разуму». И здесь вот я хочу сказать, что на самом деле судьба человека в большой степени зависит от его характера. Есть люди, которые постоянно наступают на одни и те же грабли, есть люди, которые делают выводы из своего опыта жизни, воспринимая свои удачи и неудачи как дополнительный опыт, чтобы не только падать, но и взлетать, анализируя свой опыт. Разные люди, разные черты характера, и на самом деле характер тоже это инструмент для достижения своих целей. Вот что вам хотелось бы в себе улучшить, исправить или добавить, изменить? Вот я, например, такой эмоциональный, что я обычно, когда разговариваю с человеком, я себя потом научил дослушивать его внимательнее, потому что я раньше этого не умел, и оказывается, из-за этого терял взаимоотношения, терял контакты, и жизнь была одна. Потом, когда я понял, что надо дослушивать, чтобы понять, что он хочет сказать, и потом вдруг оказалось, слава Богу, что я понял это, и сразу открылись эти люди мне, совсем, может быть, где-то и с другой стороны, какие они интересные. Ну, и совсем другая жизнь пошла. У каждого есть какие-то качества. Вот у меня приятель, он, например, говорит, я себя всегда в жизни пытался совершенствовать, и в шутку сказал, сказал своему брату, щекоти меня. Я, говорит, спрашиваю, вот брат спрашивает, зачем? А я, говорит, говорю, хочу научиться не бояться щекотки. Ну, вот видите, вот интересно, да, у каждого свои. А мне одна приятельница моя, очень добрый, хороший человек, очень умный, умудрённый, она сказала, тебе надо научиться, когда ты делаешь какое-то видео, быть немножко построже. Она мне так сказала, она так считает. Я спросил, почему? Она сказала, потому что, когда ты что-то хочешь интересное сказать, полезное для людей, а при этом говоришь, например, в какой-то момент, ёлки-палки, то человек уже не воспринимает тебя всерьёз. Это не соответствует твоему опыту, твоему статусу, твоей мудрости и так далее, и так далее, и так далее. Ну, моё мнение, согласен я с ней или не согласен, потому что я, конечно, не хочу быть рубахой парнем, рубахой парнем, но послушайте, у каждого есть свои черты характера. Я какой есть, такой есть, но я себе позволяю. А может, не надо когда-то позволять. Пожалуйста, напишите в комментах, если вы хотите достичь каких-то целей в жизни, повысить уровень качества жизни, и у вас почему-то не получается, подумайте сейчас, что бы вы хотели в себе улучшить, что хотели бы добавить, или что убавить, или что изменить. Да, потому что человек на самом деле отчасти и инструмент для достижения своей цели, потому что очень многое зависит от того. Вот давайте вот так и сделаем. Напишите мне в комментах, что бы вы хотели в себе добавить, изменить, улучшить, изменить, или ещё что-то прибавить, усовершенствовать. А потом я в следующий раз как-то из роликов скажу, как этого достичь. Это будет очень правильно, очень интересно, если вы так отнесётесь к себе, как к способу достижения своих же целей, своих успехов, в своей жизни, карьере и так далее, в каком-то проекте, вот что-то у вас не получается, а может вам стоит задуматься, может что-то надо у себя изменить. Ну давайте напишите комменты. И вот у меня красный пианист, я же его всё время дорисовываю в соответствии с нашим коллективным творчеством, учитывая ваши все советы. Я читаю. И вот он уже немножко изменился. Подскажите ещё, дайте критику, дайте советы, что ещё там добавить, убавить, прибавить, и всё появилось именно. Не портрет, а человека и Вселенная. До встречи, друзья.